Друзья, приветствую! Вячеслав из Краснодарского края прислал образцы масла Öst, даже не знаю, как это читать, Öst по-немецки. Это полусинтетика, судя по вязкости, 1040 FE. Вот описание, которое предоставил Вячеслав. Сейчас проверим это масло. Также здесь образец был Mobil Super 2000, но Mobil не с чем пока сравнить, поэтому отложим немного эту проверку на потом. Обновляю спектр, чтобы он соответствовал данному маслу. Потом подкорректирую данные и покажу вам пару, на мой взгляд, интересных моментов. Вот такая спектрограмма у этого масла. Я заинтересовался, есть ли это эстеровый горбик или нет, а то уж как-то совсем подозрительно. Сейчас я увеличу этот фрагмент. Так, здесь у меня почему-то курсор не хотел реагировать на клавиатуру. Сразу пришлось потапать немножко по экранчику. Прошу прощения, сейчас секунду и... Так вот, все начал реагировать. Ну и то как-то со скрипом. Да, вот сейчас уже нормально. Выставлю сейчас, увеличу диапазон и посмотрим. Я был, честно говоря, удивлен. Смотрите, 0,12. Значит, если сравнивать с Mobil 1, то здесь 2% эстеров. Это фантастика. Мне кажется, это просто общий тренд и эстеры сейчас пихают в гомеопатических дозах везде. Как вы думаете? Я думаю, что это мода покупателю. Маркетологи навяли. Так, смотрите, присадок здесь много. Видно 120% от начального уровня. Ну, не начального, а уровня заготовки. Опять же, когда есть эстеры или база, или эстеры, вот гликоль вот так показывает повышенные значения на три десятки, бывает четыре десятки. Опять же, сажа. Посмотрите, если масло европейское, опять у него сажа. Минимальное количество, но есть сажа. Возможно, все-таки так и есть, и отработку добавляют. В переработанное масло добавляют свежее. Значит, да, видно, что и по щелочному. Видите, 6,8. Обычно эстеры прибивают сильнее, но здесь их мало, и поэтому данных я не нашел. Поэтому такое среднее значение по аналогии с Shell, там, Rimmel и поставил 10,5. Ну, и здесь я вижу, что да, тоже кислотное завышенное. Я думаю, значение 2 единицы для данного количества эстеров нормально. Все. Значит, эталонный образец я создал. Ну, и можно сохранять его и приступать к проверке отработки. Так, вот у нас отработка. Это у нас Datsun Honda. Какой год выпуска, неизвестно. Не указал Вячеслав. Двигатель 1,6 ВАЗовский. 111,86, 87 лошадиных сил. Общий пробег 62 тысячи с половиной километров. Пробег на масле 7847 километров. 15% это трасса и 85 станицы. Ну, я здесь написал деревню. И масло использовалось с августа по сентябрь 2001. Так, смотрите. Подъела присадки. Нитрация. 100% нитрация, потому что я ее уже определяю по запаху. Значит, мотору не хватает масла. Есть небольшое попадание. Значит... Так, подождите. Нет, гликоли нету. Сажи немного. Подсела слегка щелочное. Уровень воды приличный. Ну, может быть, это короткие поездки какие-то. Мотору... Какой главный итог? Мотору не хватает воздуха. Смесь богатая. Скорее всего, надо в этом направлении покопать. Я уже Вячеславу написал. Ну, там может быть и воздушный фильтр. Расходомер. Обычно. Форсунки. Сейчас посмотрим, что еще покажет вязкость. Для полноты картины. Скажем так. Удобные вот эти баночки, из которых бутылки выдувают. Да, видим разжижение. Это все-таки могут быть, да, именно короткие поездки. Ну, там и воды немало. И, скорее всего, топливо. Тут процентов на 60 разжижилось масло. То есть, уже такое, да, порога предупреждения. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Давайте еще посмотрим табличку. Вот значения были стали. Кислотное щелочное. Пробег. Ну, и по моим расчетам, ресурс данного масла в этих условиях восемь тысяч девятьсот километров. Я думаю, что, учитывая, что это станица, это не крупный город, в принципе, скорость... Вячеслав заявил среднюю, как 40-50. Но, мне кажется, это оптимистично излишне. Обычно 50 это трасса чистая. Такая. Вот. Я думаю, что здесь скорее к 40, может быть, 35 километров в час. Но, мне так кажется. Все-таки станица, большинство, особо не разгонишься. Значит, масло, в общем-то, неплохое. Девять тысяч в этих условиях. Скорее всего, в крупном мегаполисе это было бы поменьше. Но, тем не менее, почти девять тысяч. Масло достойно себя выдержало. Удивило то, что туда заливают эстеры. Очень удивительно. 10.40, но даже не знаю, как это... Ну, я связываю это только с таким модным трендом. Что сейчас чуть ли не во всех обзорах на ресурсах, где обсуждают масло везде. Пауэстеры, пауэстеры. И вот эта вот мода. Чтобы это все было круто и модно. Чуть-чуть добавляют. Ну, с другой стороны, какую-то позитивную роль они тоже играют. Усиливают масляную пленку и лучше моют. Спасибо, Вячеславу, за предоставленные образцы и материальную помощь каналу. Всем, кто посмотрел данные видео до конца, тоже моя благодарность. Берегите себя и близких. Увидимся в следующем видео. Пока!